Сегодня я покажу, как правильно готовить картофель по-деревенски. У меня дети очень любят такую картошку. Ну, хочется бы печь сейчас. Картошку я сейчас порежу. Надо дольками резать. Можно на 4 части каждую картошину. В зависимости от ее размера. В таком плане. Но это можно еще раз. Все, как видно, я уже порезал. Готовить лучше, конечно, на пергаменте, но пергамент я не нашел. Паргамент закончился, поэтому готовлю на фольге. Лист приправ здесь самую лучшую паприку. Паприку используем и соль. Хотя много раз говорил, я делаю все на глаз. Соль на глаз. Немножко паприки. Сам я люблю, конечно, с красным перцем. Но дети говорят, что слишком остро. Чего-то, когда готовит жена, они не любят такую картошку. И турение жены. Так. Ну все. Так. Ну все. Так. Ну все. Паприки. Я думаю, соли вот шумнекой хватит. Папочки можно и побольше положить. На, сладкое. Так, перемешиваем. Надо было посудину побольше взять, конечно. Сейчас, наверное, это исправлюсь и найду. Вот сам артимальность можно потрясти. Так, поднялась. Вообще перемешалась. И полить маслом. Я все делаю... Кстати, у меня параллельник включен в сковородку. Духовка нагревается до 180 градусов. Готовится это все минут 30-40. Сначала на 180, но потом, я не знаю, почему-то многие так не делают. Я нагреваю, уже готовлю в конце, на 250. Ну, минут 7. Для хрустящей корочки. Иногда вращаю включаю. Да. Когда нагреваешь, я кладу в духовку. И ставлю не на 180, а на 250. Ну, несколько минут. Минут 5. И потом уже на 180. И в конце опять включаю на максимум. Получается очень здорово. Хрустящая корочка. Вот. Отпусти. Поболтать. Сюда еще можно приправу для картошки положить. Но у меня ее в величии не было. И в конце, в конце уже, вот картошка еще. Ну, в конце я добавляю чеснок. Так. Для аромата. Все, теперь можно раскладывать ее аккуратно. Просто дольки. Причем с краю лучше класть большие куски. Там больше нагревается. А в центре, наоборот, маленькие, чтобы не сгорели. Опыт подсказывает. Опыт у меня большой. Так аккуратно дольки за дольками. Как я на многих видео повторял, я делаю все на глаз. Соль на глаз, перец на глаз. И, кстати, никогда меня не потрудило. Очень редко, когда я вам свешу, например. Так, сюда вот. Крупные. Туда мелкие. Там я уже почти, духовка нагрелась. Сюда лучше побольше масла, чтобы она была такая поджаристая. Вот это все я сюда вливаю. Сверху. И еще немножко маслица долью. Кстати, такой картошки масла много не бывает, на самом деле. Потому что, может, на фольге, на фольге она подгорает очень часто. На пергаменте там все другое дело. Все. Теперь я ставлю чаю в духовку на максимум минут на пять. И вот такая красивая картошка у нас получилась. Очень рекомендую. Попробовал как-то. Снаружи хрустящая корочка, внутри мягкая вкусная картошка. Будешь подавать в соус. Ну, чеснока еще можно было себе подавать, но я не стал. Попробовал как-то.